Играю партию на ЧСКОМ. Мой соперник это Гроссмейстер. Из Болгарии Григор Григоров. Так, и разыграю, наверное, каталон здесь. Начну с хода Ж3. Не буду раньше времени С4 двигать. Попробую сначала фианкетировать двух слонов. А после этого уже может быть С4. Ну вот соперник грамотный, достаточно естественный, это Гроссмейстер. И Б5 ход абсолютно верный в таких структурах. То есть не давая С4 продвинуться. Я же уже запоздал с этим ходом. Поэтому он пытается занять центр как раз. Б4 продвинулся. И здесь, наверное, я схожу... Конь БД2. То есть все равно хочу С4 продвинуть. Это мой план остается. Скорее всего, БЦ добавит ход. И я тоже возьму БЦ. И, в принципе, идея С4 пока что еще актуальна. Я так сыграю. Так, а он уже слона 6 хочет выйти. И делает это. Ну, например, Ферзь С2. Наверное, будет ход конь С6. На что мне придется брать ДЦ. И на слон С5 слон А3 уже. Нет, конь Д7. Решил пойти соперник. Слон на А6 у него, кстати, очень хорошо располагается. Мешает мне развиваться. Также нельзя ударять СД. Просто пешка Е2 уже подвисает. Ну, наверное, ДЦ здесь возьму. Кстати, я считаю, что с дебюта я не очень хорошо получил. Потому что у него развиты все фигуры, а я запаздываю в развитии. Нужно будет проанализировать позже, где я допустил дебютную неточность. Пока что Ферзь С2 пойму. И, может быть, здесь переведу коня на Д3. То есть мне будет выгодно, если он возьмет конь Д3. Я ЕД. Пешка С4 под защитой. И можно ее считать даже как защищенную проходную. То есть какой-то задел на Эншбель. Может быть. Посмотрим, как соперник сейчас отреагирует. Может быть, Е5 последует ход? Нет. Ладья СА на Б8. Ну и здесь я лазю уже своим слоном на А3. Пора заканчивать развитие. Так, а я вот сейчас посмотрел. Не мог ли я просто съесть на А8? Я просто этого не видел. Забыл. Для чего сходил конь Е5. Я же хотел съесть ладью на А8. Но просто у меня это ускользнуло из виду. Да, действительно странно. Ладья Б1 теперь. Вроде посчитал, что на коне А4 у меня есть ход слон Е7. На коне Ц3 Ферс А6. И, скорее всего, черные просто фигурой не досчитаются в этом варианте. Поэтому так играть можно. А6. Дает мне какое-то время соперник. Может этим получится воспользоваться. Что-то убить у него. Или какую-то угрозу создать. Пока что ничего не вижу конкретного. Как играть. Подведу ладью. Сделаю такой полезный ход. Поближе к центру. По принципу плохой фигуры. Сыграл. То есть ладья Ф1. Ничего не делает. А если каких-то других активных ходов нет. То я просто улучшаю позицию этой фигуры. Мне кажется, стоять тут уже смысла нет. Нужно что-то делать. Просто время уже меньше. Попробую подразменяться немного. Конечно, теперь у него два слона. У меня пешка С4 слабая. Но она может, кстати, и двинуться тоже. На Е5 слон Д5 есть ход. Вот так вот залезу. Может быть, кстати, это шанс для меня. То, что соперник дал мне такую полянку. И теперь слон будет где-то, может, даже угрожать королю. Если мой ферзь проберется на восьмую горизонталь. Ладья Д8. Может быть, побить здесь? Или не надо пока что? Ферзь Б3. И, в принципе, уже можно было бы и побить. Но он убирает фигуры. Отойду назад. Хочу Конь Б4. Сейчас Конь Б4 мне не нравился из-за Ладья Б8. Мало времени. Нужно где-то ускориться. Забрал. И поведу пешку сейчас. Он тоже тут ведет свои силы по центру. Так, забрал еще раз. Успеет он там мне мат поставить? Нет? Ферзя поставил. Так, съесть, не съесть. Сюда пошел. Так, а вот здесь после ферзи А4 что же делать-то? Ферзь Д7, наверное, единственный ход. Так, он в защиту уходит. Это шанс на меня. Сюда пошел. Так, совсем время уже мало. К сожалению. Попробую срубить флаг на предходе. Или хотя бы пешки у него все покушать. Вот таким образом. Повезло. Повезло. Фух. Тяжелая партия была, конечно. Но для чего я вел коня под конец, а не пешку? Чтобы как раз где-то сбить его предход. Чтобы дать ему шаг. И ему пришлось выбирать для короля другое поле. Это был единственный мой шанс, конечно. Чисто система Блиц такая, за счет которой мне удалось выбрать.